Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайся, если еще этого не сделал. Конечно же, подписывайся на наш ютуб-канал, нажимай на колокольчик, поддерживай выпуск лайком и комментарием. Ну и, конечно, огромнейшее спасибо тем, кто делает репосты наших видеороликов и делится с своими друзьями. Сегодня в выпуске я вам покажу эмеретинку, снова эмеретинку. Совсем недавно мы здесь с вами гуляли. Я задавался вопросом, а что вот это, а что вот это. И сегодня мы вместе с вами ответим на эти вопросы. Я вам покажу, как здесь готовятся к сезону. И он уже не за горами, я вам скажу. Мы гуляли с вами по Адлеру, гуляли в Кудепсте. И вы сможете сравнить, насколько эмеретинка здесь оживленная, насколько здесь много людей, забиты пляжи. Сегодня 27 марта, лето вот-вот уже на пороге. Я думаю, что совсем скоро мы уже будем купаться в каждом выпуске, где-то окунаться вместе с вами, а вы будете вместе с нами уже определяться, куда вам летом поехать в Сочи. Давайте начинать. Поддерживайте выпуск жирным-жирным лайком. Погнали, ребята! Итак, ребятки, мы сейчас с вами находимся на пляже Бридж. Мы совсем недавно, да, буквально на днях тут гуляли. Я хочу сразу вам показать, что здесь прошелся трактор и выровняли пляж. Смотрите, нет ни единого бугра. Там вдали видна техника. Мы сейчас с вами туда попозже подойдем, посмотрим, что они там делают. По-прежнему вот эта вот впадина, она остается из-за штормов, они еще есть. Сегодня какой-то нереальный цвет у моря, как в Абхазии. Вот я очень надеюсь, вам будет видно, что вот там вот синий цвет, а здесь он какой-то изумрудный. Но вот в Абхазии цвет моря такой. Давайте чистоту посмотрим. Ну, вода мутноватая, вот не видно. Дальше камней. Так-так-так-так-так. Чуть нас не накрыло. Если смотрите вдали, можно увидеть, насколько много ребята-туристов. Просто поток туристов, он даже не останавливается. Их по-настоящему очень много, если сравнивать с Адлером. Если сравнивать с сезоном, да, здесь, на этом пляже, на пляже Гемагеллан, на бархатных сезонах, как я говорю, пернуть негде. Здесь все, люди лежат друг на друге. Вообще, как тут отдыхать, я, конечно, не знаю. Но люди сюда приезжают, проводят свой отпуск. Так, мы, конечно, нашей семьей выбираем места более дикие. Там, где малолюдно. И когда мы не путешествовали, мы думали, что да, ну это невозможно. Все Черное море усыпано туристами. В итоге, как оказалось, можно. И даже на нашем берегу, в том же Геленджике, там, в Лермонтово, можно найти крутые пляжи, где вообще нету людей. Вы будете только одни, и заход в море будет кайфовый. Ладно, ребята, пошлите смотреть, что делает техника, и как происходит обустройство облагораживания пляжа Бархатные сезоны. Итак, ребята, мы сейчас находимся с вами на границе пляжа Бридж и Бархатные сезоны. Вы можете заметить, сколько здесь людей. Есть, появилась такая шлаут-зона. Выдают синие подушечки. По-моему, 150 рублей стоит арендовать. Насколько там, не знаю. Вот кому интересно, подходите, арендуйте. Сегодня ветрено, поэтому не слишком здесь еще многолюдно. Но в целом здесь всегда людей достаточно. Подходим к с вами к скульптурам дельфинов. Этот пляж, кстати, отличается от всех тем, что здесь действительно в хорошую погоду, когда море не штормит, всегда можно увидеть стаю дельфинов. Вот если вы никогда не видели, приходите на этот пляж, всегда увидите. Так, мы сейчас с вами находимся на площади, площадь называется Дружба народов. Вот этот фонтан, он функционирует, его вечером включают, он подсвечивается. Здесь вечером очень атмосферно. Сейчас здесь функционируют только прокаты детских электромобилей. Начало работать мороженое, причем вот это синие кабинки, они стали работать вдоль всей набережной. Сейчас чуть позже вам покажу еще несколько. Вот эта территория, это большая парковка. В сезон, я думаю, что вот эти все уберут булыжники и сюда будем заезжать. Но пока сюда заезжать никак. Так, кафешки, ресторанчики, в этой части тоже мало что работает, но я думаю, что в ближайший месяц все откроется. Вот у нас наконец-то наладилась погода, я надеюсь очень, что сезон дождей у нас закончился и будет температура только идти на потепление и море тоже будет теплеть. Да, здесь такая площадь достаточно классная, брусчаточка, прям все хорошо. На горизонте можно наблюдать дельфинов, но сейчас их нет, но вообще в принципе. Так, давайте искать с вами технику. Что, ребята, вот он пляж Бархатные сезоны. Вы можете заметить, что вот здесь вырыто еще больше и больше котлованов. Когда мы гуляли, было просто несколько штук. Вот их трактор копает, а вон там манипулятором выгружают бетонные вот эти блоки, про которые я вас спрашивал. Видимо, вот здесь сейчас будет плавно уже устанавливаться теневая зона, где будут стоять лежачки и можно будет в тенечке комфортно отдыхать и купаться. Это прям будет в ближайшее время. Будем с вами смотреть, буду вам показывать, как будет обстоять и когда уже будет пляж готов к открытию. Ну, официально это, конечно, с 1 июня, но посмотрим. Возможно, в этом году туристов будут принимать раньше, учитывая, что в том году это, по-моему, было только с июля вроде, насколько я помню, да, из-за карантина. Ну, вот так вот трактор выкапывают, готовят. Вот видите, большую кучу уже вырыл. Готовятся, готовятся к сезону. Эта часть набережная, да, без вот этих бетонных ограждений. Здесь пока ничего не функционирует, пока все закрыто, но в ближайшее время вот там ребята уже намывают. Видимо, скоро все откроется из Сочи, Сириус заживет сезоном туристов. Хотя вообще Сириус точно не страдал от туристов зимой сто процентов. Потому что относительно старого Адлера здесь, конечно, вообще огонь, и сезон вообще не заканчивался. Ну, только купальный закончился, а в целом подышать, посмотреть. Вот, видите, ребята все красят, молодцы. Классно, все освежают. Вот, видите, вот так вот выгружают бетонные блоки. Все, скоро поселок Сириус, ребята, заживет купальным сезоном и туристическим в Х-10, наверное. Такс. Да, здесь у нас, как всегда, открывается эта шикарнейшая панорама на Абхазские горы, на Абхазию. Видна Гагра, Питсунда. Вообще, просто кайф. Шутера. Да, и здесь пляж, он особенный. Я говорю про это вообще постоянно. Это тоже бархатные сезоны, но он особенный, потому что здесь панорама гор. Просто наипрекраснейший. Здесь классный закат, особенно, когда нету тучек в горах, то, когда садится солнце, снежные шапки превращаются в красные шапки из-за солнца. Здесь классно наблюдать закат. Если вы рыбак, то здесь можно порыбачить. Здесь очень часто стоят люди с удочками вылавливают рыбку. В общем, пляж кайфовый. Вот, да, вы тоже можете заметить, его выровняли. Он прям стал плотный-плотный, прошелся здесь трактор тоже. Да, класс. Ну, единственное, что вот это не исправили пока. Видимо, сейчас подождут, когда штрома пройдут, да, наверное, в апреле. Здесь полностью все выровнят, увеличат пляж туда, чуть море его спустят. И все, и welcome, welcome в Сочи. А здесь море вообще грязнее, да, вы можете сами заметить, что цвет воды во-во-во, чуть не накрыло. Байм. Ладно, ребята, давайте с вами отправимся сейчас в ту часть набережной и посмотрим, как дела обстоят. Там я покажу, какие палатки закрылись, а какие-то открылись. Пойдем смотреть. И мы сейчас с вами поднялись на набережную, идем как бы вдоль пляжа Бридж, вы можете сразу заметить, сколько людей, но я скажу так, что это не самая пиковая точка во всей Олимпийской набережной. Мы сейчас в пиковую с вами придем, вы там вообще обалдетьте. Забегу вперед, там будет на Редисоне. Вон же, кстати, тоже такой достаточно пиковый пляж. Вот если здесь можно увидеть такую пустоту, видите, типа, ну тут вот нет людей, а вот дальше есть, то там просто битком. Сейчас с вами туда дойдем обязательно, протопаем немножко пару километров и будем там. И покажу вам там обстановку. Кстати, ребята, очень много вопросов прилетает по поводу вот этих самокатного шеринга, я тут подумал, если вы поддержите этот выпуск, да, дадите отклик, лайков, там, комментариев, я возьму самокат. В самом начале набережной мы доедем с вами до границы с Абхазией, я покажу, сколько это стоит, проблема, какая бывает с парковкой и по тарифам расскажу. Пишите в комментах. Да-да, если да, то едем обязательно. Вот, ребята, сейчас мы дошли с вами до части набережной, подходим к Магеллану, здесь вы можете заметить, что людей уже по-настоящему больше, просто они, как правило, до этого кусочка доходят, разворачиваются и идут дальше, потому что там заканчивается магазин, да, нет вот этих вот палаток. Так, и я хотел вам показать, да, про закрытые истории. Вот здесь получается, вот хоть убей, не могу я вспомнить, что здесь было. Вот, закрылись палатки, возможно, откроются. Так, у меня, кстати, они сейчас гуляют на нашей любимой площадке возле сурф-кафе, она вот тут находится за вот этой вывеской, за вот этой постройкой, точнее. Вот, ну, короче, сюда не пойдем, много раз я вам показывал, так это выглядит, там сейчас тоже очень много людей, очень много народу, а моя задача вам показать просто набережную, что тут и как, и зацепить фрагменты с пляжей. Вот, вы видите, мы просто с вами идем, да, сквозь толпу, пробираемся, и это, конечно, не может не радовать, потому что скоро, скоро лето, и вы можете заметить, что люди просто все очень довольны, потому что они приехали в тепло из своих каких-то морозильников, да, это очень-очень классно, ребята, вот как классно, смотрите, шу, просто оп, и мы попадаем с вами в такой, смотрите-ка, в отрезок, где нет людей, так, что у нас здесь по палаткам, здесь все нормально, вот открылся винный дом, вот его не было, это ширпица, мы здесь, кстати, тоже несколько раз покупали пиццу, здесь пицца хорошая, в принципе, можно заходить покупать, вот палатка закрылась, так, и мы с вами подошли к ресторану Магеллан, сейчас посмотрим, как там обстоят дела на пляже, ой-ой-ой, смотрите, просто сквозь толпу, вот это кайф, вот их сравните, посмотрите, кто не смотрел выпуски самого Адлера, и зацените, какие там набережные, и какая здесь набережная, сколько тут людей, просто все с колясочками, мамочки такие, все довольны, так, а мы с вами сейчас посмотрим, какие дела тут на пляже, да, обстановка, вот так я поднимусь, покажу набережную, вот, кстати, про палатку, с мороженым, я говорю, вот она открылась, шлаут-зона красная, здесь, кстати, накатали гальку опять, скрыли эти булыжники, давайте на ту сторону, эту сторону покажу, а нет, слушайте, это, видимо, опять шторм был, что вот так вот набило гальку, много, прямо на бетон, до рельефов, видите, меняется с каждым днем, вот, ребят, сидят, загорает, там, вот, бомжи спят, да, короче, вот такие дела, так, ребята, мы чуть отошли от Магеллана, вот, вывеска, да, здесь начинаются такие комплексы, вилы, арфа, арфа-отели, здесь, по-моему, в сутки стоят вот 15 тысяч, не знаю, то ли вся вилла, то ли какая-то комнатка, играет прекрасный музыкант, специально для вас, наши дорогие подписчики, кстати, они же еще и продаются, поэтому, кому интересно, не знаю, куда надо писать, но куда отпущать, вдруг кому-то нужно будет, и пляж возле этих отелей, да, я, кстати, уже как-то говорил, что он минимум здесь, короче, людей на нем, в принципе, если вы хотите хобот уединения, то лучше пройтись ножками и дойти, потому что основной народ заходит с той стороны, там, где площадь, сейчас мы туда дойдем, и с Магеллана, поэтому там много людей, и там, видите, сколько там людей, сколько там, но чуть не видно, сейчас дойдем, а здесь вот как бы пустота, поэтому, ребятки, нашими лайфхаками, конечно, пользуйтесь. Мы с вами сейчас дошли до поющего фонтана, этот фонтан отличается, кстати, от фонтана Олимпийского парка тем, что здесь есть еще и огонь, и под музыку выстреливает пламя. По времени я с вас точно сейчас не сориентирую, во сколько, его включают, но всегда по-разному, да, зависит от сезона, когда-то вообще-то его выключают, когда, ну, типа, дождь идет, холодно, но, наверное, сегодня он точно будет функционировать, и еще параллельно мы с вами сейчас подходим вот как раз к пиковой части набережной, где людей капец, как много, вы просто посмотрите впереди сколько людей, почему, потому что здесь вообще, в принципе, находится такая огромная цивилизация, кайфовый пляж Рейдисонс, белым песочком, сейчас я покажу для тех, кто еще не видел, здесь классные рестораны Новикова, вот, например, один из них, это ресторан Клево, есть ресторан Высотай, мы здесь любим очень булочную, она вообще кайфовая, там такие булки вкусные, но для кого-то будут цены дорогие, самая простая булочка стоит 80 рублей, вот, вот так это выглядит, посмотрите, сколько людей, это просто, это просто капут, посмотрите, здесь вообще как едить, вообще, посмотрите, посадка, она полная, видите, и самое, что интересно, ребята, это не сезон, посмотрите, тут очередь стоит, капут, очередь в ресторан, ребята, и это просто конец марта, вообще, а вот он, пляж, Редисон, давайте немножко с вами здесь остановимся, я вам покажу, здесь тоже разровняли, завезли гальку, возможно, завезут еще песочек обновят, теневая зона, здесь летом лежачки стоят, вот, но здесь детьми сейчас вообще кайфово, да, как бы гора, такая, такая огромнейшая песочница, мы очень часто сюда приезжаем с детьми здесь гуляем, им здесь одно удовольствие, это просто кайф, ладно, давайте двигаться дальше, сквозь толпу, будем смотреть, что и как, и, собственно, вот он сам отель Редисон, кстати, сколько раз я его показывал, никто из подписчиков, да, или просто из просматриваемых людей не написал, как здесь, пишите, кто отдыхал, и, если вы тут отдыхали, то напишите, в какой сфере вы работаете, у меня вообще такое впечатление, что здесь останавливаются в таких отелях ну, люди серьезные такие, а-ля полковники, которые не выездные, им нельзя никуда ездить, хотя сейчас большинство таких, как там цены, как там сервис, и вообще оправдывает, или он себя на территории, у отеля, конечно, вообще крутая, вот эти электросамокаты, двора берет, так опасно, самокатного шеринга, здесь просто огромнейшее количество, любое приложение, на вкус и цвет, обязательно с вами прокатимся, я вам покажу и расскажу, главное, поддерживайте каждый выпуск, и я вам буду рассказывать, расскажу, в принципе, прикол об этих самокатах, ну, я уверен, что таких, как мы, тоже найдутся достаточно людей, которые ни разу не брали на прокат самокаты и боятся, вдруг его не так припаркуешь, а вдруг там оставлю, а потом счет придет, что типа украли, ну, у нас тоже были такие всякие разные мысли, когда мы первый раз вообще только брали эти самокаты, поэтому все расскажу в выпуске, вот здесь от художники, можно приобрести картину, творческие люди, да, привет весна, вот так вот, ребята, здесь на набережной, в общем, кто как может, так и зарабатывает, эта самая улица, ну, и соответственно, здесь тоже есть члаут-зоны, фиолетовые подушки, через каждый метр в триста зона меняется, да, чтоб не путаться, есть фиолетовые, есть красные, и вот так они чередуются вдоль всего берега, вот, еще одни картины продают, таки, мы с вами подходим к площади, о которой я вам, в принципе, и говорил, да, там в начале где-то выпуска, что до нее именно пройдемся, здесь посмотрите просто, какое количество людей на пляже, гляньте, кстати, сегодня выходной, я вообще думал, что людей будет гораздо-гораздо больше, а что-то не так, видимо, из-за того, что сегодня сильный ветер, и он прям холодный, поэтому люди просто не берут эти, подушки не чилят, вон даже, видите, да, красная зона, она полностью собрана в кучу, и только, и только три подушки в аренде, так, идем дальше, так, здесь, в общем, вот она площадь, здесь весь Олимпийский парк в миниатюре представлен, да, здесь просто классная зона, здесь можно посидеть, послушать, кто-то поет, кто-то играет, в общем, здесь всегда классно и оживленно, ну, вы сами видите, да, толпы, просто толпы людей, сейчас подойдем, покажу вам эту миниатюрную историю, вот, это все, в общем, Олимпийские, все Олимпийские объекты, вот они по кругу, так прям с вами быстренько, шук-шук-шук-шук, вот, вот он, типа, поющий фонтан, вот, можно ознакомиться, как и что называется, вот такая, ребята, площадь, много прокатов, здесь же можно взять вот такие тук-туки, там, типа а-ля такси, и доехать в любую точку, и самое классное, здесь хорошо все сделано, и красивые лавочки, где можно почилить, вот с таким прекрасным, ребята, видом, такси, что здесь будет твориться, ребята, в сезон, я не знаю, вы сами все видели, людей очень много, от слова, ну капец, как много, учитывая, что конец марта, кто собирается приехать совсем скоро в Сочи, вот я показал, что здесь сейчас происходит, это, ребята, выходной, людей мало, потому что дует приличный такой северный холодный ветер, и поэтому на пляже не так-то много людей, но вы сами видели все эти очереди, я сейчас сам простоял в кафе в очереди порядка 20 минут, это, это дохрена, подписывайтесь на канал, делитесь выпуском, за это вам огромнейшее спасибо, дайте поддержки, нас совсем скоро будет 5 тысяч человек, это большая цифра прям для меня, ну большая, прикиньте, 5 тысяч человек, мы можем ее достичь и ее пробить максимально быстро с вашей, с вашей помощью, подкрепляйте лайком, просмотр, до новых выпусков, и увидимся с вами уже завтра в новом видео, пока. Пока.